здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям сегодня я кратенько отвечу нами надеюсь съемка отвечу на вопрос который часто нам задают вопрос этот касается срока исковой давности сид так называемый что такое когда начинается когда прекращается что можно сделать чтобы не прекращался как себя вести как собственно реагировать на заявление коллекторов о сроке исковой давности и банкиров ну давайте по порядку есть статья 203 гражданского кодекса и так эта статья как раз таки регламентирует прекращение срока исковой давности на каких условиях срок исковой давности прекращает свое течение что это значит берем конкретное число когда он начинается когда он начинается вам отдельно расскажу и вот начался началось течение срока исковой давности и нашем с случае 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 договорных отношений между кредитором и физическим лицом срок исковой давности исчисляется тремя годами то есть если в течение трех лет пострадавшая сторона не заявит о своих претензиях то собственно говоря тем самым это спад пострадавшая сторона констатирует что у нее претензий более нет итак когда начинается течение срока исковой давности по закону с момента когда лицо должное лицо должник в нашем случае узнала о возникновении тех самых претензий грубо говоря нарушила условия договора то есть не тогда когда вы взяли кредит а тогда когда вы перестали его платить то есть грубо говоря вы платили три года и вот в один прекрасный день вы перестали и более не платите ни копейки вот с этого момента начинает тикать вот этот трехгодичный срок когда он может прекратиться то есть если в течение этого трехгодичного срока не наступят определенные события то еще раз говорю пострадавшая сторона в данном случае ваш кредитор косвенно признает что у них претензий более нет но что может произойти ну во первых прекращение течения срока войска срока исковой давности может произойти когда вы ноги по-человечески просто ну вы ваши знакомые друзья ваши сердобольные родственники мама папа братья сестры там и тому подобное внесут хотя бы 50 рублей даже при том условии что вы будете должны там месяц вносить там 100 тысяч рублей вот 50 рублей внесли все доказательства у банка есть что вы тем самым признали свой долг то есть даже если уже прошло два года и 9 месяцев все 50 рублей поступило можете считать что три года вновь начинает бежать все вот так но либо если вы второй вариант где-то подтвердили своей росписью свой долг подписали риск реструктуризацию писали какой-либо еще документ не разобравшись в нем вообще подписали какой-либо документ подтверждающий ваши взаимоотношения с банками в формате кредитного договора все считайте что обнулился он опять и начал течь заново то есть вновь три года нужно ждать третий вариант это когда когда пострадавшая сторона в нашем с вами случае повторю это банк реализовал свое право формате официальной претензии то есть подал в суд иск в суд в этой связи естественно все это обнуляется и уже пошли разбирательства и три года опять начинает течь вновь итак давайте вот по пунктам первое любая оплата по вашему долгу любая не имеет значения какая 50 рублей будет означать что банка есть основания заявлять что срок рисковой давности прекратил свое течение начал течь вновь второй вариант это подписание каких-либо документов подтверждающие ваш долг то есть ваше признание того что вы должны не имеет значение какие-то документы любые документы относительно ваших взаимоотношений с банком формате вот кредитного договора и третье это официальная претензия в суд вот такая ситуация как можно прокомментировать заявление коллекторов и банкиров вот со службы взыскания когда они вам говорят что вот мы вам позвонили все считайте срок исковой давности прекратился раз мы взяли трубку вот и мы прислали вам смс-ку то же самое вот мы вам прислали письмо опять то же самое глупости глупые ничего вы не подписывали никаких претензий вы можете сказать что не получали в конце концов это не официальные претензии еще раз повторю ваша личная подпись под документом доказывающим что вы кому-то что-то должны вот тогда это работает ну еще раз говорю оплата они конечно могут рассказывать что мы вступали в коммуникации с вами тем самым собственно говорили напоминали вам о долге да и уже все типа взыскательные мероприятия как таковые происходят естественно эти сказки для бабушек пенсионера которые не удосуживаются вообще нигде ни в чем разбираться я надеюсь вы не такие иск иск конечно в суд это официальная претензия здесь нечего говорить нечего даже рассуждать само собой это тоже возобновление течение срока исковой давности прерывания первой части соответственно возобновления в новом формате но хочу заметить что эту ситуацию тоже можно двояко комментировать предположим если судья не принимает иск то в этом случае этот иск собственно говоря не прерывает срок течения исковой давности что вам необходимо знать из течения срока исковой давности то есть опять человеческим языком прошло три года и вдруг вы узнаете что банк подал на вас в суд вы возмущаетесь как срок исковой давности прошел запомните прохождение трех лет срока исковой давности не лишает вашего кредитора права подать иск в суд и самое главное судья будет рассматривать иск по существу заявленных претензий естественно она не обязана учитывать прошел срок исковой давности или нет другое дело что вы узнав что вот есть претензия официальная от вашего кредитора имеете полное гражданское право напомнить грубо говоря судье о том что срок исковой давности прошел в официальном документе ну допустим возражение по поводу иска на в этой связи пожалуйста друзья мои все очень просто в этом случае судья просто обязана будет развернуть из банковский ну из вашего кредитора и все вопрос закрывается автоматически поэтому еще раз повторяю вникайте в материалы изучайте ситуацию будьте во все оружие ничего сложного во всем этом нет подписывайтесь на наш канал очень много полезных вещей есть задавайте вопросы в комментариях ну и конечно же если кому-то нужна юридическая защита грамотная юридическая защита посмотрите видео на нашем сайте ссылочка на наш сайт есть в описании любого ролика этого в том числе ну и для вашего удобства вот здесь в правом верхнем углу сейчас выходит кликабельная подсказочка смотрим видео на сайте обязательно понимаем что мы можем для вас сделать вставляем заявку ждем звонка нашего специалиста мы с вами свяжемся в рабочее время по московскому часовому поясу и пообщаемся с вами запишите номер телефона который на сайте указан с ним вам звонить ну и живите как говорится с умом с головой включайте мозги не будьте жертвой отстаивайте свои права еще раз повторю принцип права в нашей стране носит заявительный характер означает это лишь только то что любой может нарушать ваши права ущемлять ваши права пока вы молчите вот пока вы молчите вы будете собственно говоря подвержены нападкам беззаконию всему остальному если вы научитесь правильно заявлять свои претензии либо найдете специалистов которые помогут вам это сделать ваша жизнь изменится ну а я желаю вам счастья здоровья вам и вашим близким самое главное финансово благополучия и всего самого лучшего с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алям пока